Дорогие рукодельницы, этой весной я купила вискозную пряжу для вязания летних майк. Пряжа 100% вискоза, 1100 метров 100 грамм, производства Китай. К нам эта пряжа поступает в промышленных бобинах и уже у продавца пряжи перематывается на пластиковые конусы. Майки я вязала с огромным удовольствием, с запоем, буквально за пару недель. Кстати, все майки выложены в бесплатном доступе и ссылку на вязание каждой вы можете посмотреть под этим видео. Но пряжа очень понравилась. До нее я тоже вязала из вискозы, но вся та, прошлая вискоза, была стандартная, скользкая и текучая. Эта вискоза больше похожа на хлопок и внешне, и на ощупь. Она матовая, такая немножко как будто шершавая. Отлично держит форму и совершенно не стекает вниз. Я провела в своих майках не один день и лично убедилась, что форма к концу дня сохраняется. Это очень важно и необычно для вискозы. С другой стороны, майка, полотно небольшое, легкое. Это не длинное, тяжелое платье. Вот вяжу платье, тогда дополню отзыв на эту тему. В любом случае, эта пряжа очередное подтверждение, что промышленные китайские товары имеют отличное качество. Пряжу комфортно вязать, комфортно носить. Даже в нашу небывалую жару этого сезона вообще не ощущается на теле. Как качественный тонкий трикотаж, снимать не хочется. И что важно, без проблем можно постирать в стиральной машине вместе с остальным бельем. И если такая необходимость, можно прогладить обычным утюгом на режиме хлопок. Показываю, как вискоза провязывается на вязальной машине. У меня достаточно нежный и капризный к выбору пряжи сильверит 840. Неэластичный хлопок, она очень плохо вяжет. Туго и тяжело идет каретка. Здесь только посмотрите и послушайте. На средней плотности, это шестерка, каретка идет легко. Я двигаю ее одним пальцем. Кстати, именно на шестерке я и вязала все майки. Плотно выглядит рыхлым, но после стирки каждая петля дает усадку и приобретает очень плотный и ровный вид. Эту вискозу можно вязать на второй плотности, можно вязать на десятой. То есть весь ряд плотностей для нее доступен. Продавец мне показал рулоны, полотна провязанного из этой пряжи на машине седьмого класса. И очень похожий результат мы можем получить на второй плотности. Идеальное, мягкое, эластичное, тонкое полотно. Имейте это в виду. Эффект как от промышленного производства. На десятой плотности мы получаем практически ажурную сеточку. И видите, два полотна, два одинаковых образца. Десятая плотность, одинаковое количество петель и рядов. Первый я только провязала и сняла с машины, как есть. Второй постирала. Петли на нем выглядят гораздо плотнее, а само полотно мягче, нежнее и абсолютно не скользкое. Мне очень понравилась пряжа, плюс буквально по всем пунктам. И хочу вам задать вопрос, вязали ли вы из этой пряжи? Какое впечатление получили? Понравилось ли вам вязать из нее? И может быть вы нашли какие-то недостатки? Поскольку я их не нашла, то продолжу о ней рассказывать в следующем видео. Покажу вам, как эта пряжа ведет себя в изделии. Не пропустите. Для этого подпишитесь на наш канал и поставьте лайк. Мне будет очень приятно. Ваша Наталья Некрасова